Историю триумфа хоккея в Сарове написали на наших глазах. Впервые за все время существования клуб из нашего города стал победителем чемпионата области в высшей лиге. Сравчане долго шли к этой победе. В прошлом году завоевали бронзу. В этом подняли планку и дошли до финала, где встретились с действующим чемпионом – Таншаевским стартом. В субботу на льду соперника наши хоккеисты проиграли со счетом 8-2, заставив болельщиков понервничать. Но в воскресенье дома показали характер. Начали хорошо. 4-0 повели. Показали битву, показали характер. И вот немножечко так дожали их в конце и выиграли 7-4. Андрей Калашников забросил шестую шайбу в третьем периоде, увеличив разрыв. А за две с половиной минуты до окончания игры седьмую шайбу забил Руслан Зазнобин, тем самым утвердив окончательную победу Сарова. В первую очередь очень много болельщиков пришло. Давно такого здесь не было, даже когда была профессиональная команда. Хочу обратиться всем большое спасибо болельщикам, потому что нас так сильно поддерживали и на выездных сериях, и здесь. Мы им отблагодарили это кубком золотом для Сарова. Весомый вклад в победу внесла молодежь. В этом году играть во взрослую команду пришли выпускники спортивной школы Саров, студенты Саровского физико-технического института НИЕУМИФИ. Я болею как представитель института Сарфти. У нас очень много студентов играет в этой команде, поэтому мы поддерживаем вузом. И наши студенты приходили болеть. Я уже без голоса. Трудно описать словами ликования спортсменов и болельщиков. Получив кубок из рук представителей областной федерации хоккея, хоккеисты сделали почетный круг по арене Ледового дворца, продемонстрировав трофей зрителя. Затем, по традиции, победителей подбросили вверх кепки. Мы команда. Вот кулачок один. Когда мы по одному, мы не можем играть. А когда мы все вместе, когда мы выходим заряжены, мы коллектив, мы готовы. Тогда шансов нет ни у кого. Я думаю, в следующем сезоне тоже пободаемся. Екатерина Пенова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.